Неделю назад республику возмутило жестокое преступление в маленьком поселке Сайды Верхоянского района. Местные парни, один 17 лет, второй 18, хладнокровно застрелили из ружей мужчину и его молодого племянника прямо во дворе. Подробности страшной трагедии и о том, что известно на сегодня, выяснял мой коллега Юрий Осипов. Эта трагедия буквально всколыхнула маленький тихий поселок с населением в несколько сотен человек. Никак не укладывается в голове, что в школе с численностью 96 учащихся могли оказаться люди, способные на такие преступления. Жертвами убийц стали 49-летний отец многодетной семьи Николай Бурцев и его родной племянник Иннокентий Стручков, подававший большие надежды студент. В следующем году он должен был закончить учебу. Накануне дня трагедии он со своим дядей вернулся в поселок Синокоса. Вот что говорит семья жертвы. Мой брат каждый год уже как отца не было, он с ним как с отцом ходил. Каждый день он на Синокос приходил, помогал каждый день. Как в свободное время он тут жил. Я думаю, что они только-только с Синокоса приехали. В том, почему и зачем так безжалостно лишили жизни этих ни в чем не повинных людей, следствию только предстоит разобраться. Известно, что стреляли двое юношей, десятиклассник и вчерашний выпускник местной школы. На счет этих детей могу сказать, что Потапов Петя обучался в Вегенской средней школе с 8 декабря 2014 года. Он уже состоял во всех профилактических учетах района. Был неоднократно судим по ряду преступлений. Вегенщик Александр школа кончил в 2016 году, в этом году. Атестат не получал, так как тоже не дал основные данные. Во время учебы также состоял во всех профилактических учетах района. В июле этого года оба были осуждены за угон и получили условный срок. Известно, что сразу после убийства подозреваемые пустились в бега. В кратчайшие сроки в поселок бросили силы районной полиции. Подозреваемые в причастности к совершению убийства задержаны на следующий день после совершения преступления. По данным следствия, один из нападавших предпринял попытку самоубийства и был обнаружен в лесном массиве, расположенном на берегу реки Яна, с огнестрельным ранением головы. Второй юноша задержан несколькими часами позже в заброшенном доме села Сайды. При задержании он получил огнестрельное ранение ноги. В настоящее время подозреваемые находятся в медучреждении, где им оказывается необходима медицинская помощь. В ходе расследования также выявили факт еще одного преступления, совершенного этими юношами. Еще до известной трагедии подозреваемые убили одиноко проживающего местного жителя. В состоянии алкогольного опьянения молодые люди закрыли дыхательные пути спящего мужчины по элитиленовым пакетам и скрыли с места преступления. За совершенные преступления подозреваемым грозит до пожизненного срока. На данный момент следствие продолжается. Решение следователя по этому делу будет вынесено на следующей неделе. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Якутия. День за днем.